Муниципальные выборы в Ленинском районе закончились. Результаты уже обнародованы и пришло время вступления в должности. В рамках последнего заседания третьего созыва Совета депутатов города Видное, председатель Ленинской территориальной избирательной комиссии вручил удостоверение главы поселения Моисею Шимаилову. До этого он долгие десятилетия возглавлял Управление по делам молодежи, культуре и спорту. Жизни проблемы Видного ему хорошо знакомы, поэтому Моисей Шимаилов решился пойти на выборы, представляя Всероссийскую партию «Единая Россия». Жители, которые доверили мне, выбрали меня, поручили мне очень много вопросов исполнить. Они уверены, что вместе мы все это обязательно сделаем. И нет сомнений, мы все наказы, все просьбы, все задачи поставлены перед нами, мы исполним. Город у нас замечательный, жители у нас просто прекрасные. Вообще, город Видное, лучший город не только в Подмосковье, но, мне кажется, во всей России. На этом же заседании основному сопернику Шимаилова, занявшему на выборах второе место, кандидату от ЛДПР Федору Шилову, было предложено занять должность заместителя главы. А на следующий же день новая городская команда приняла участие в праздновании Международного дня мира. Вместе со школьниками новые руководители городского поселения Видное выпустили в небо голубей, символизирующих добро. Три! Три! Церемония инаугурации состоялась и для избранного главы сельского поселения Развилковское. Ею стала Марина Комардина, которая два года проработала в поселке в роли исполняющей обязанности главы и хорошо знакома с проблемами территории и ее жителями. В дальнейшей своей деятельности она намерена продолжать реализовывать все намеченные программы и опираться на местный совет депутатов. Люди должны жить в комфортных условиях и надеюсь, что депутатский корпус, который избирался вместе со мной, это понимает, что нужно работать не для реализации каких-то своих личных амбиций, а работать нужно для людей. И тогда все получится. Я думаю, что я готова к конструктивному диалогу со всеми депутатами избранными. Нам есть о чем с ними подумать. У нас очень много наказов от избирателей. И я думаю, что мы в ближайшее время должны собрать совет депутатов и определить первоочередные задачи. Как главы, так и новые советы депутатов в поселении Ленинского района были избраны на пять лет. Это достаточный срок, чтобы показать себя на деле. Продолжение следует...